Здравствуйте, дорогие друзья! Каждый раз читаю комменты, что для холостяков бы что-нибудь, а для холостяков что-нибудь, Василий! Я думаю, а вообще холостяки знают, как правильно подготовить замороженные магазинные котлеты. Учтем несколько моментов. Во-первых, котлеты, кто умеет читать, те читают состав. Ну и, соответственно, берут подороже для того, чтобы получить котлеты, более-менее съедобные. Кто, значит, экономит, те берут подешевле, там больше и всякой клетчатки соевой, и растительного белка, и всего прочего. Но суть остается сутью. Котлеты были замороженные, я их час, наверное, чуть больше часа достал. Они внутри еще тверденькие. А, вот этот, да, вот этот вообще тверденький, это помягче. Вот этот тоже внутри твердый. Ну, в общем, они не успели еще полностью разморозиться. И, ну, и не важно, что не успели полностью разморозиться. Совсем ледяные жарить бессмысленно, потому что они настолько холодные, что постоянно крадут температуру, и удержать, скажем, температуру сковородки довольно тяжело. Поэтому все равно вам придется на часик-полтора достать их, открыть, чтобы они подышали и немножко подтаяли. Давай, сковородку. Разогреваю ее на маленькой конфорке, но у меня здесь масло растительное, небольшое количество налил. Сливочного маслица сюда бросите кусочек. Во-первых, оно вас будет ограничивать психологически, я имею в виду. Не будет давать раскалять это все до черноты, ограничивать ментально по температуре, это раз. Во-вторых, вкуснее будет с ним. Все, взяли маслица, кусок туда сливочного добавили. В котлеты это масло все не впитается. Но и пол-литра тоже лить нет смысла, потому что жалко должно быть, расход какой-то должен быть адекватный. Но и там намазывать что-то кисточкой тоже как бы налейте нормально масло туда. У меня в упаковке 6 котлеток. Я так примерно и прикинул, думаю, в упаковку одну возьму. Мне как раз хватит ее на мою сковородку, не очень большую. Все, масло стало шкварчать. До дыма не надо доводить ничего. Ну и, соответственно, нижней стороной, вот как лежала котлетка на упаковке, она более плоская, так и выкладываем ее на сковородку. Начинаем жарить. В целом, ну вот будет нагреваться на медленной конфорке. Я взял еще стальную сковородку, она сильнее прогревается, накапливает. Нам нужно всего лишь прихватить белок, чтобы у нас котлетка схватилась по верхнему контуру. Поэтому жарить долго не надо. 3 минутки максимум. Подготовьте противень. Постелите на него фольгу или бумагу. И включите духовку 100 градусов вверх, низ конвекции. С конвекции 100 градусов. Все, слегка с одной стороны котлетки обжарились. Переворачиваем их. Видите, они слегка-слегка подрумянились. То есть нам не надо их жарить до коричневого цвета, до шоколадного. Для того, чтобы потом ругаться и говорить, котлетки-то невкусные. Поверьте мне, не все зависит от производителя котлет. Потому что, когда вы берете замороженные котлеты, вы уже должны понимать, что в замороженном продукте кристаллическая решетка лопается, вода вытекает. И не ждите там фейерверка волшебства. Смотрите на состав, для того, чтобы в себя что попало не пихать. Уважайте свой организм. Он вам отплатит потом добром. Поэтому здесь нам нужно всего лишь навсего немножко с двух сторон их обжарить. Можете, если не лень, взять ложку и сгрести котлетки там подальше куда-нибудь. Освободите, наклоните вот так вот сковородку с горячим маслом прямо на плите. Полейте котлетки сверху. Котлетки схватились снизу и сверху. Теперь их перекладываем на противень. Пахнут они прилично. Хотите перчик? Я люблю побольше, поэтому добавляю. Сюда особо добавлять ничего не надо, потому что гарнир вы будете готовить в другом месте. Ну, конечно, если вы сюда накидаете отварного риса, смешанного с майонезом, там, например, с зеленой травой и чесноком на дно, сверху поставите котлетки. Такой вариант тоже. Но надо, чтобы рис был заранее сваренный. А я вам сейчас даю только базовую технику, для того, чтобы вы уже потом дальше все сами делали, ориентировались и так далее. Вот смотрите, 100 градусов. Котлетки у нас сверху обжарены, уже началась термообработка. Внутри совсем сырые, да еще и холодные. Засекаем 20 минут. Прямо поставьте 20 минут таймер. Хотите на часах, на телефоне, где у вас таймер есть, там поставьте. Не думайте, что это долго, а за эти 20 минут вы можете умыться, не знаю, там, побриться, налить себе бокальчик пива или вина, нарезать овощную нарезку с зеленью, посыпать, и какой-нибудь моцареллы или тертого пармезана сверху. Используйте это время эффективно. Поэтому в роликах, когда, например, вам говорят о том, что... Нет, то, что обманывают, пишут, за 15 минут, оказывается, нужно потом поставить на 2 часа, это другая история. А про то, что вот когда вам говорят 20 минут или там 30 минут это должно простоять в духовке, за это время можно прям очень-очень много всего сделать. Начиная от соусов, заканчивая там быстрыми салатами, нарезками, колбаски, молбаски, сырка, там, того-сего. Все накидайте, все нарежьте, подготовьте стол, и когда у вас будут готовы котлеты, у вас будет уже все готово, и вы горячие котлеты ставите на стол, и вам не надо. То есть вы там поджарили котлеты, такие, типа, так, сейчас хлеба нарежу, котлеты уже остывают. А, помидорку забыл, котлеты еще остывают. Это забыл. Вот так вот распределяйте, будет очень эффективно и круто. В итоге, короче, 25 минут, я что-то так посмотрел, подумал. Пощупал. 25 минут они у меня простояли. Как определить в нашем случае? То есть вот водица из них начинает течь, белок начинает выделяться. Ай, зараза горячая. Вот смотрите на противень, я вот сейчас наклоняю. Видите, из-под котлет потекло. Выделяется вода. Если вода выделяется, температура уже достаточная для того, чтобы ее выталкивать оттуда. То есть когда белок начинает выталкивать воду, уже при 65, а дальше больше. То есть если вы на 180 градусов поставите, well done дадите, допустим, 15 минут, то у вас, конечно, вся вода оттуда выскочит. А здесь главная цель удержать всю воду, сделать их, оставить их максимально сочными. Тут, в общем-то, сервировать ничего не надо. Нужно сразу же пробовать. Давайте попробуем там любую какую-то котлетку разрежем. Посмотрим, удался ли эксперимент. Если не удался, сразу говорю, не делайте так больше никогда. И в начале ролика надо было написать. Не повторяйте эксперимент. Смотрите. Вот такой получается разрез. Максимально сочный. Никакой красноты внутри нет. Смотрите, я нажимаю, аж прям весь жир, который там есть, сок, все. Все здесь внутри. Мясо, видно, что оно ломается, не сырое. Давайте на всякий случай еще одну разрежем. Вдруг там пошло что-то где-то не так. Здесь все точно так же. Все максимально сочно. И максимально... Ну, вкусно не буду говорить, потому что это же магазинные котлеты. Там хоть и состав суперский, не буду хвалить магазинные котлеты. Просто попробую. Неплохо. Есть один маленький нюанс, на котором я забыл упомянуть. 100 градусов. Это температура жаркой сауны, да? То есть котлетам хочется чуть-чуть больше температуры дать. Поэтому, как только у вас 25 минут прошло, добавляйте максимум, там, 230 градусов, выньте противень, дайте нагреться, и на 3 минуты поставьте под верхний гриль прям, чтобы температура внешняя у котлеты, как бы они, чтобы нагрелись сильнее. Тогда котлета будет сама по себе горячее, чем вот она есть сейчас у меня. Потому что я ем, она готова, и все супер везде. А температуры чуть-чуть не хватает. Поэтому, уважаемые холостяки, пользуйтесь таким лайфхаком. Можете, конечно, как бабушка учила, обжарить на сковородке, закрыть и уйти. Но, во-первых, на сковородке нужно все время их вертеть, чтобы они не сгорели. Во-вторых, с духовкой все сочнее, проще и, главное, вкуснее. Все, я надеюсь, что у вас все наладится. Счастья всем желаю. Желаю, чтобы денег больше, премий давали, чтобы дети хорошо учились. В общем, всех благ. Пока.